Подожди, я должен все разбить, что ли? Раз... Слушай, я всех гусей долблю, а я ходить не могу. Всё, походу, меня призраки сожрали, я чё-то неправильно сделал. ЗВИЗДЕЦ! СОРОК МИНУТ РЕШАТЬ ОДНУ ЗАГАДКУ! Разработчики, вы чё, кукухой там поехали или что? Чпоинг! Всем привет, дорогие друзья, с вами Декстер, и сегодня вместе с Сайзеном мы продолжаем проходить We're Here Forever. Здрасте! В прошлой серии мы с вами вышли вот из этого прекрасного замка, нам показали какую-то мега-эпичную пушку, прозвучал эпичный гимн, и сейчас мы с вами должны куда-то, я так понимаю, отправиться именно вот на этих тросиках. Так, потянуть. Тянем рычаг. Тянем-тянем, конечно же, ага. И что-то, соответственно, с помощью него запускаем. А именно, тросик, а, окей, это такой целый лифтик. Так, а можно, пожалуйста, побыстрее? Готовься озвучивать. И наступил в мире сверху. Никак не можете найти вредителей, господин. А где ты? Молча, молча! А, давай ты за короля, давай, давай. Это не твое дело. В самом деле, не мое дело? Ну, знаете ли, они сбежали с вашей крепости. Они там, на воле. Они делают, что хотят. Монки. Ох, отпустите меня, милостивый владыка. Отпустите же. И я их всех-всех поймаю. Всех до вашего суда доведу. Топ тому и плю. Сюда и всех до единого. Да-да-да. Чисто так пошел, что аж захлебнулся. Так, чувак, сейчас выходим. Ну, короче, все. Как бы небеса решили преисполниться. Проснулся этот призрак короля. Шут что-то покричал. Но мы, тем не менее, валим-валим на гелике. Окей. И это у нас какая-то площадь. Кстати, я когда монтировал предыдущую часть, когда мы с тобой узнавали о всех вот этих жителях, о короле и его семье, я, короче, заметил, что на самом-то деле этот король действительно был каким-то тираном. Люди от него еле прятались. А там вот говорилось, что, типа, каменщики придумывали какие-то секретные потайные ходы, чтобы король не мог за ними следить. Так что тут реально прям король это чуть ли не главный босс, мне кажется. Здесь нифига паркур. Паркур, да? Чисто ассасин, так. Окей. А нам, наверное, сюда. А я не знаю. Ля, ну, конечно, локации живописные. О, чувак. Хэллоуин. Чтобы вы понимали, эту серию мы записываем на Хэллоуин. И эта локация выглядит очень даже тематически. Но выйдет она 100% позже. Поэтому крутим вот эту штуку и погнали. Так, смотри, та дверь у нас закрывается. Что? Нет, еще. Нет, не все. Понял. Еще чуть-чуть. Сейчас у нас вот так как раз-таки закрылось, а эта должна открыться, насколько я знаю. Нет? Стоп, секунду. А что за дичь? Не знаю. Она снова закрывается. Просто смотри, мы ее крутим, и потом до определенного момента, когда она доходит, меня самого выкидывает из этой крутилки. Угу. Где? Во, 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 сейчас чекай. Ага. А, и она теперь... Что? Чтение ничего не поможет. Почему сейчас это сработало, лол? Не знаю. Окей. С третьей попытки все-таки смогли закрыть дверь, и у нас идет загрузка. Что-то появляется. Отлично. И мы с тобой открываем эту дверь. Хорошо. И... Ух, нифига. Я забыл, что у нас есть факел. Ля, капец атмосферно. Сейчас еще в Москве выпал первый снег. Прям офигенно. Ну да. А у тебя там в Германии плюс 17. Да, у меня тут в Германии плюс 20, да. Нормально. Так, окей. А можно и не проседать? Да, у меня, кстати, что же самое. Что за бред? Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. А можно, пожалуйста, нормально? Ой, ой, ой. Это все из-за ворон на самом-то деле. Да, колокол. Карта провожалась. Напишите, кстати, в комментариях, какая погода вам нравится больше. Вот такая вот прям зимняя сказочка или больше летний вайп. Так, это у нас ворота. Я нашел гроб. Гроб? Я его открываю. Ну, попробуй. Ой. Открыл. А, я упал куда-то. Все, до свидания. Я в шахту упал. Ты вниз провалился и колодец сломался. Фак. Я тут труп нашел. Что? У меня сейчас только что передо мной появился твой призрак. Он точно спрятан в усыпальнице, я уверен, но мне не удалось отыскать ключей. Записку вышел. Получено достижение The Royal Graveyard. Так, высыпание спрятан. Это хорошо, а мне откуда идти? О, я колокол. Я в колокол звоню. А, все, у меня открылись ворота, окей. О, тустово сова. Раз. Я думал, чай, наверное. Блин, чувак, у меня тут что-то тоже проседает. Обзимательствовать. Я ломаю какую-то стену, ничего не могу с этим сделать, бегу дальше. Ой-ой-ой, ну, первая головоломка нашел, окей. Да? Да, у меня тут просто куча путей. Ага. Куча разных. Так, слушай-ка, я никакую усыпальницу здесь не вижу. Да, слушай, у меня здесь есть, знаешь что? Потянуть. Так, я вижу колодец, я тяну. Так, и я вы... Слушай, может быть, ты можешь мне передавать что-то? У тебя есть... Вот я сейчас достал из колодца ведро с белым снегом. И я его взять не могу, странно. А, все, сейчас я его кидаю вниз. У тебя есть ведро? Мне кажется, должно быть. У меня надо в начало вернуться. Нет, нет, это уже другой колодец вообще. У меня тут столько просто путей. Короче, чтоб ты понимал, у меня здесь... Короче, картина следующая. Я вижу стенки, наверху которых нарисована, например, вот наша эта кружка, помнишь, с молоком? Которая выливается. Потом шестеренки, потом молоток. Ну, то есть все эти фракции, которые были у нас в предыдущей серии, они здесь нарисованы. И получается, они заставлены камнями. Я пытаюсь взаимодействовать, но он туда не проходит. Может, это надо в каком-то порядке определенно постучать по ним? Что-то ничего такого, нет? Что ты вообще видишь? Я вижу стену огромную. Справа от стены какой-то... Какая-то... Какой-то... Что это? Какая-то... Вот знаешь, как будто можно чашу вставить. Какую-то большую. Значит, на стене у меня следующие символы. Их всего восемь. У меня тоже. Я вижу эту стену. Меч, щит, корона... Стой секунду. Они у тебя в два ряда? Да. Так, что у тебя слева наверху? Меч. Так, а у меня корона. Смотри, дело в том, что я могу эти символы брать. Да, ты можешь брать только один ряд. А, я могу только нижний. Да, нижний только. У меня то же самое. Я тоже могу только нижний брать. Вот, скорее всего, ты должен составить... У тебя там две короны, цепь и книжка. Говорю, слева от стены у меня есть кусок камня, где нарисована корона. Потом от короны идет стрелочка на часы, от часов идет стрелочка в меч, и от меча идет стрелочка на щит. Вот смотри, скорее всего, это... И у тебя, типа, это как будто часть надгробья, и она слева, правильно? Да. Вот, а у меня есть правая часть. То есть у меня дальше, после твоего последнего элемента, идет корона, далее цепь, далее книжка, и далее колбочка. И мы с тобой должны это все дело составить. Ну, тут колба такая справа. Ты можешь нажать, чтобы, типа... У меня нет кнопок. У меня то же самое. Справа, да, место... А, вот. Ну. Вот я тебе передал. Ты мне передал щит? Ты что-то не взял. Нет, я тебе не щит передал, я тебе цепь передал. А вот я тебе сейчас положил щит, и мне щит вернулся. Нет. Нет, у меня цепь лежит. Так, то есть они прокручивались. Вот я тебе зелье положил. А у меня возвращается то, что я тебе отдаю. Мне тоже. О, а сейчас оно вообще выехало. Что? Скорее всего, вот этот вот надгробный камень, он показывает, не как мы должны в итоге собрать эту головоломку, а между чем мы можем меняться. Мы можем менять с тобой, там, условно, пятиконечную корону на цепь. На цепь, на цепь. Давай корону. Книжку на бутылку. Давай, давай, давай. Вот, смотри, я кладу книжку. Положите сейчас корону. Нет, корону. У меня нет короны, я не могу положить корону. Только трехзначную корону. О, есть. Да. Книжка есть. У меня есть цепь, все, короче, это понятно. И цепь у меня встала. Короче, смотри, в чем прикол. У тебя вот эта вот стенка, она показывает то, рядом с чем у тебя могут находиться те предметы, которые мы трейдим. То есть, логика здесь одна и та же. Они трейдятся, те, которые рядом со стрелочками, и они вставляются. Все. У меня все встало. Да. Звездец! Сорок минут решать одну загадку! Разработчики, вы что, кукухой там поехали или что? Ну ладно, не сорок, но полчаса мы решали. Получено достижение. Я спустился в какую-то, вот, наверное, усыпальню, почивальню и так далее. Короче, логика, которую мы вам в самом начале сказали, она действительно оказалась такой, что нужно трейдиться. Здравствуйте. Давно не виделись. Ой, слушай, тут какой-то паук страшный сидит. Ой, меня сейчас сожрет. Да? А не, киня, сейчас паук сожрет. Не сожрет тебя паук? А, это, наверное, фейк такой, чисто, знаешь, запугать дурачков. Наверное. Тут что-то крутится. Я пойду в другую сторону. А я вообще ничего сделать не могу. Тут тупик. Да, кстати, крутится. Мне не хватает шестеренки здесь. Может, она где-то спрятана? У тебя нет шестеренки? Может, паучка надо факелом фигануть? Вроде нет. У меня тоже нет шестеренки, не хватает. А, стой. Смотри, что я нашел, кстати. Что? О, кирочка, нормально. Я пошел. Ты пошел долбиться? Кстати, она нам пригодится. Ага, я так проводится. Как раз так, когда мы наверх... Да, когда мы наверх поднимемся. Кличи, часоправы, каменичи, бронзочевы. Да, да, это вот как раз таки дети. Жила-была, часами занималась, а по утрам в окне павлином любовалась. Класс. Видал, как я могу? Хорош. Стоп. А, что еще тут есть? Угу. Пять ключей посмертно наши жители хранят. Пять ключей оставлены тому, кто злой короне не рад. Секунду, а там ведра нет с тросом? Нет. А, ты можешь выйти, как бы, наверх? О, ведро с тросом появилось. Да, я же тебе говорю. Окей. Ты можешь туда что-то положить? Кирку, например? Положил. Think about it. Туда просто. Так, хорошо, я теперь ее беру и начинаю все долбить здесь. Ну, давай, долбить. Ну, естественно. Долбиться мы как бы любим. Вот так берешь? Опачки. Вот, смотри, и здесь у меня разные надгробья, на которых написаны года и именно Аллард, Гертруд, Махтеден, Аллард. Кстати, на Махтедене Орел нарисован, а на других картинок нет. Дальше Сибранд какой-то с Лебедем. Вульфрейд. Айм Сойейт. А я гробы открываю. Звездец, конечно. О, я тоже. Я открыл какого-то Сванхилда, и они мне начали призраки шептать на ушко. Подожди, я должен все разбить, что ли? Слушай, я всех гусей долблю, а я ходить не могу. Все, походу, меня призраки сожрали, я что-то неправильно сделал. Подожди, а что у тебя за гробы? Там что-то написано, нарисовано. Да. Ты, наверное, должен мне это зачитывать, а я ломать гробы. Вот ты говорил, вот эти вот фракции, да? Да, пока что ничего не открывай. Они как-то связаны, эти фракции? Пока что ничего не открывай. Не открываю. Мне надо пооткрывать белые гробы, которые с надписями. Сейчас. Ты уверен? Нет. Ну, подожди. Будем сейчас проверять. Просто у меня есть как раз-таки разные кладбища этих фракций. Ложкой рядом с ней две каких-то то ли личинки, то ли что-то еще лежат, да? Или прям зеленая такая ложка, как раньше была. А у тебя на надгробе, ты на надгробе ломать можешь? Могу. И шоу тебя на гробах написано. У меня имена где-то еще и с птицами. Там есть Аллард и Хули. Аллард и Хули? Хули есть, Аллард есть, да. Они оба орла. Смотри, Аллард, мужик, Хули, женщина. От них идет древо такое, знаешь, как семейное. Ага. Смотри, у Алларда, блин, тут, кстати, очень странно, потому что у Алларда и Хули есть четыре ребенка. Угу. Значит, первые два это Нанки и Рудольф. Рудольфа мы видели. Нанки есть? А, Нанки есть, да. Нанки? Вот. Смотри, Аллард и Хули, у них есть Нанки и Рудольф, и есть Маштельден и Бруно. Вот, они все тут лежат просто в один ряд. Да, смотри, от Нанки и Рудольфа идет четыре ребенка. Это... Стой, стой. Ты сказал Ли? Ли Едельде. Ли Едельде, Хенрик, Рейнви и XXX. Ульрик. Ульрик, это XXX. А, нет, подожди. XXX это ребенок Маштельдена и Бруно. Потому что возле XXX есть Вульфарде, Зибранд, Мадок и Вичвгоде какой-то. О, Сокол, Малиновка, Павлин, Лебедь. Многие усопшие надеялись, что путь в загробном мире им укажут птицы, что нравились при жизни. Сокол, Воробей, Воробей. Значит, выделяется Сокол. Сокол, какое имя? Какой-то Исейбранд. Ломай его. Да. Я тебе еще раз объясняю, потому что мы идем в порядке. Сначала нужно идти по древу. А XXX это последний из родости ключей. Соответственно, сначала его отца, а потом последнего. Понял? Смотри, я понял, я тебе сейчас доверюсь и как бы если проиграй, ничего. Подожди, но, подожди, но, два ключа, которые мы с тобой уже имеем, мы их добывали от птиц. Да. Нет. Сначала, сначала, нет, сначала был павлин, потом сокол. Да. Но это все были надгробие с птицами. Все, давай, вскапывай. У Ренви нет птиц, еще раз повторяю. Капывай, я знаю. Правильно. Ну вот, я понял. Теперь иди XX вскапывай. Просто слева он лежит. Нет, нет. Подожди, XX ты должен вскапывать. Ага, тут, кстати, заподлянка. Икс там есть, три икса? Выхода. Капай его. Еще раз. Есбранд, Фалька, Бетти, Ренви, Капай. копай. Де. И вот он постался. У кого мы еще? У нас четыре ключа. Да? У нас четыре ключа, но я не совсем понимаю, что мы теперь с ними делать. Мы не трогали фракцию каменьща, мы трогали фракцию стеклячичи, саправый бронзачевый, вот эти, которые, кружка с молоком. То есть, у нас было два ключа в одной фракции. Исходя из логики, первый им сайте женщина, вторая Гертруд, и третий Энхель мужик. Мы читаем еще раз подсказку. Она похоронена рядом с братом. Тихо, одна из каменьщей, которые похоронили рядом с братом. Соответственно, это кто? Гертруд. Выкапывай. И плюс там орел, выкапываю. Да. Чего? Я получу еще один ключ, но это походу не все. Как не все? Ай. Не знаю, но мне ничего, ачивку не дали, призрики до сих пор за мной гоняют. Стоп, может я могу их через снег передавать? Тебе ничего не нужно никуда вводить. Ну, передай через снег ключи, я не знаю. Ну, у тебя замочных скважин там нет? Ну, ты можешь мне отправить эти ключи как? Щаас. Да. Вот, держи, шестеренки. А че один ключ ты мне дал? А потому что их нельзя все вместе запихнуть, это ж как один. А их нельзя все вместе запихнуть? Нет. Ну, ты вначале пойми, куда тебе вообще там что-то вставлять. Так, а мне куда вообще вставлять? Ну, вот вопрос хороший. Так, вот я его вставил куда-то. У меня одна рука отклонилась. У меня, короче, тут, чтоб ты понимал, есть центральная комната, там, где дверь такая, огромная, и тут четыре руки, они друг друга обнимают, типа. Так, давай в следующий ключ. А, все, центральный. И мы получаем ачивку assisted in unlocking the treasure world. Ну, короче, возле орла у меня белый крестик. Я так понимаю, это возле орла, там фракция орлов, типа, или что, или... Нет, нет, есть одно на гробе с орлом. Не, не, а у тебя есть именно он, он, короче, сверху, орел сверху. Типа над воротами какими-то, я не знаю. Не птицы, ничего. Там сова, сова. Да! Это оно! Ну, не орел же. Ну, хорошо, вот сова. Да, но я не могу сюда прийти. Точнее, я могу сюда прийти, но я не могу выйти из ворота. От этой двери, белый крестик слева, копай. Прям вот сразу слева? Ну, возле входа слева. Ну, вот я все тыкаю киркой, не получается. У тебя никакой лопаты там нет? Нет. Короче, есть ворота, над воротами сова. Да. А я думал, камера. И получается, вниз налево, и там белый крестик. Я не знаю, как это еще объяснить. Все, 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 все. Наконец-то. Карта. У меня нарисован череп, 34. О, у меня дверь открылась. Подожди. Хорошо. у меня знаки какие-то новые. Да, у меня тоже. Раз, два. Так. Смотри, у меня здесь грустные скобочки. Охренеть, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один знак у меня, чувак. У меня здесь следующее. Черепок. 23 знака у меня здесь черепок под ним нарисована цифра 34 дальше идет такая линия проведена и внизу написано 1 равно 1 грустная скобочка 3 равно 3 грустных скобочки 5 равно 5 грустных скобочек 10 равно 0 40 равно 40 до играет просто не перестали нет ты знаешь чё чё мне это ни о чём не говорит мне тоже а во что ты бьешь просто в стену про символы снег стену над стеной символ определенный можете нужны из них как собрать цифру 34 до ты это должен приплюсовывать насколько я понимаю а ну смотри 34 то есть это получается типа три десятки три нуля до 3 кружочка и и 4 скоба и 4 скобочки да вот не от такой символ найти 3 кружочка и 4 скобочки до нашел ломаю а я не тем бью сломал вот ничего не придавал карту найс может кладбище это одно из фракций да да возможно у меня на вот этой локации там крестик знаешь сколько гробов если это гробы трюк прямоугольники такие 1 2 3 4 5 6 7 гробов типу да нашел а раньше походу вот этого не было то сейчас прям ты реально прибегаешь на кладбище здесь такой знаешь небольшой сугроб вываливающийся так пути я вижу число 14 давай 14 до 1 кружок 1 кружок 4 скобочки охренеть начинаем самого начала искать так один кружок 4 скобочки чувак да у меня шестеренка появилась ты там покатила еще за 345 5 скобочек не за 4 не пойду шестеренку пока вставлю так один кружок четыре скобочки да один кружок 4 скобочки один 2 скобочки один кружок 1 2 3 4 скобочки нашел ломай сломал я взял шестеренку я тоже шестеренку взял все да ты походу спускайся теперь к тем вратам ставший ту шестеренку я занятия про это загадка намного проще чем предыдущие ну да я слышал у меня руль тут еще есть колесо я не понимаю тоже выставишь здорово да я предлагаю на этом закончить естественно мы на этом закончим самое забавное что а перед началом этой серии получили ачивку кстати маркс the plot называется у нас ачивка при началом этой серии я такой говорю сайту некий ну все мы с тобой записываю максимум час и заканчиваем потому что это вообще давай давай я угадаю сколько эта серия была давая 2 часа нет немножечко перебор 1 40 как мы с тобой записывали предыдущую сеть ну по ощущениям да особенно когда мы тупили в самом начале и понимали что делать с этими отгробиями потом стало полегче но все равно считаю очень круто что я и некий смогли все это дело все-таки решить вот поэтому если вы также считаете вам понравилась эта серия обязательно поставьте палец вверх также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик включать все уведомления чтобы курсе выхода новых видосов и также подписывайтесь на все ссылочки из описания а в том числе на группу сайзда с очень качественными и хорошими битами поэтому если вдруг репер и вам нужно вот это вот музло да-да-да-да камень ножницы бумага обязательно обращайтесь к сайзду он вам сделает все в лучшем виде на самом редактор сайт всем хорошего настроения всем удачи и всем пока 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 и британ подпишись на мой канал ведь это так просто сделать и британ подпишись на мой канал м Eybron подпишись на мой канал ну а так же поставь свой палец вверх ты иann подпишись на мой канал и огромное спасибо тебе за просмотр